Сегодня немного поговорим о белках и жирах. Почему это важно? У нас на дворе 2023 год. Когда-то давным-давно, по-моему, в 70-х годах, родилась такая байка или миф, культурно говоря, о том, что человеку вредно питаться жирными продуктами, что обезжиренные продукты приносят гораздо больше пользы и больше здоровья, чем жирные. И началась такая волна обезжиренных продуктов, которая привела к тотальному просто краху. Люди стали набирать лишний вес. Стала расти стремительно волна сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Все это шло от того, что нормальные, хорошие, полезные жиры стали вытесняться, и на их место пришли транс-жиры. Жиры, которые прошли рафинирование, обработку, которые не несли, в принципе, никакой пользы для человеческого здоровья. Кроме того, когда человек обедняет свое питание с точки зрения жиров, чтобы создать иллюзию сытости, их место заполняют быстрые углеводы. А это хлебоболочное, это крахмалистая еда, вареная, сладкая. То есть та еда, которая быстро наполняет клетки глюкозой. Но в итоге такое питание приносит одни сплошные неприятности, потому что инсулинорезистентность, потому что сахарный диабет, потому что крах поджелудочной железы, лишний вес, нарушение обмена веществ и все неприятные последствия. И вот это недоверие и опасение полезных жиров, оно до сих пор присутствует в нашем обществе, хотя по поводу жиров уже написано очень много книг, статей, можно найти лекции очень интересные в Ютубе. В частности, новый тип питания, кетодиета, она тоже пропагандирует правильные, хорошие жиры, которые, если умеренно и грамотно употреблять, встраивать в свой рацион, то ничего, кроме пользы, они не приносят. И вот теперь я рассматриваю ситуацию своих клиентов, своих подопечных, которые приходят ко мне на курс по очищению организма. И один из этапов моего курса – это облегчение питания для того, чтобы полноценно подготовиться к условному голоданию. Поскольку условное голодание – это довольно аскетичная процедура, которая подразумевает отсутствие твёрдой пищи и присутствие жидкой пищи и ничего более. Но жидкое – не молоко и не кефир, а именно травяные чаи и свежевыжатые соки. Но к такому мероприятию нужно готовиться, для того, чтобы всё проходило комфортно и без осложнений. Так вот, этап подготовки как раз включает в себя облегчение питания с точки зрения животных белков. Вот здесь есть очень большая разница. Дело в том, что белки, вот которыми мы, конечно же, понимаем мясо, рыбу, творог, сыр, то есть то, что требует времени и ресурсов организма на расщепление. Животные белки – это еда, которая будет довольно длительное время у нас обрабатываться в желудочно-кишечном тракте, расщепляться, усваиваться. И это нагрузка. Это нагрузка на пищеварительную систему. А поскольку мы заинтересованы в том, чтобы, наоборот, разгрузить её на этапе подготовки, мы убираем животные белки, но мы оставляем животные жиры. И вот здесь начинается один очень чекотливый момент. Дело в том, что на волне вот этого вот страха, который пришёл к нам из 70-х, когда люди боятся жирного, боятся жиров, люди убирают у себя из питания и жиры в том числе. И оставляют голую клетчатку, овощи, фрукты, соки, каши какие-то иногда. Но они убирают жиры, потому что они их боятся. Что в итоге? В итоге я много раз была свидетелем того, что на таком обезжиренном питании человек обязательно срывается на всё подряд. И на углеводы, в том числе, быстрые, в первую очередь. И на жирное, и на мясо. Причём в большом количестве на хлеб. И это выходит за рамки мероприятия. То есть мы, не укладываясь в режим подготовки, мы отодвигаем срок вхождения в условное голодание. То есть мы отстаём от группы, если мы говорим о курсе. И это всегда психологический такой удар. Человек переживает, что он не справился. А всё дело в чём? А всё дело в том, что если бы он оставил жиры, так как я учу, да, оставьте в питании жиры, то никакого срыва бы не произошло. Дело в том, что у жиров есть прекрасная функция. Они очень глубоко и надолго насыщают. Одно дело съесть просто капусту сырую, да. Другое дело, если приправить эту капусту яйцами в смятку, слегка припущенными на сливочном масле, на хорошей порции сливочного масла. Это два разных блюда. Если голая капуста уже через полчаса попросит ваш желудок снова его наполнить чем-то, то капуста, приправленная маслом и яйцами, будет очень насыщать. И часа 3-4 точно не будет хотеться есть. То есть это совершенно нормальная история, когда мы хорошо насыщаемся клетчаткой, даже сырой растительной, плюс правильные жиры. Когда мы готовимся к условному голоданию, мы не утяжеляем свое питание жирами. Жиры не способны утяжелить. Да, жиры в какой-то степени могут повлиять на работу печени, потому что печень очень реагирует на присутствие жиров. Но если делать это умеренно, без фанатизма, то печень будет в порядке, и ваше чувство насыщения будет тоже в полном порядке. И не будет никакого срыва. Когда вы говорите, что вы голодны, и вам хочется мяса на периоде воздержания от него, то, скорее всего, вам хочется не мяса. Скорее всего, вам хочется именно жиров. Вам именно жиров не хватает. И первое, что нужно сделать, это просто дать себе жиры. Как только вы даете себе жиры, вы успокаиваетесь, и все продолжается в своем рабочем режиме. Вы нормально готовитесь к условному голоданию, вы нормально в него входите, вы благополучно его проходите, и при этом вы даже не успеваете почувствовать нехватку этих жиров. То есть, если нехватка жиров была и до условного голодания, то обязательно потрескаются уголки губ, пересохнет кожа, и будет просто неимоверно хотеться еды, и хотеться именно жирного. Вот в чем особенность подготовки. То есть, мы убираем животные белки, но мы обязательно оставляем жиры. Потому что жиры – это не только насыщение, это не только состояние кожи. Это еще и работа дыхательной системы, работа гормональной, нервной системы, работа мозга, в конце концов. Для женщин, что важно, работа гормональной системы. Так что уважайте, пожалуйста, жиры, и не исключайте их из своего питания, даже на подготовке к условному голоданию.